Девушки отдыхают Я отвожу его джо и наношу хая гаэси Он блокирует мое джо, отступая назад Если он будет блокировать следующим образом, то я травмирую его руку Посмотрите, как это происходит, когда мое джо скользит по его При этом, если он сделает шаг в сторону, то это тоже опасно Пока он не сделает шаг назад, чтобы принять мое джо, он будет травмирован Теперь, если я не смогу быстро повернуть свое тело, он сможет атаковать мой локоть В тот момент, когда я поднимаю джо, моя подмышечная впадина должна смещаться Затем я ношу удар ему в голову Вы можете получить серьезную травму, если ваш партнер недостаточно быстр и осторожен Поэтому будьте внимательны Повторим сначала Обратите внимание на положение тела и ног Я объясню второе, Кумиджо В этом случае он должен направлять удар в шею Однако, так как на самом деле это опасно, он наносит удар немного ниже Это важно, чтобы избежать травм Я парирую Я парирую, выполняя один шаг по диагонали назад Затем я наношу тычковый удар ему в грудь, делая шаг вперед левой ногой Он блокирует И атакует мою ногу Я поворачиваюсь и отражаю его джо Он собирается нанести тычковый удар Я смещаюсь влево и наношу тычковый удар ему в бок Повторим все сначала Третье Кумиджо Я объясню третье Кумиджо Он собирается атаковать Гидан Учи Я захватываю джо правой рукой и делаю один шаг в сторону, чтобы блокировать его атаку В ответ он пытается атаковать меня тычковым ударом в бок Я поворачиваюсь всем телом, перехватываю джо и отбиваю его джо вниз Я атакую, он парирует Я дергиваю свое джо и провожу второй недан ски Четвертое Кумиджо Я объясню четвертое Кумиджо Он атакует Чокуцки Я уклоняюсь, делая широкий шаг назад Дистанция между нами велика для Каэси Учи Поэтому я провожу То Нау Чи Прокручивая палку вокруг шеи Он делает шаг назад, чтобы уберечься от моей атаки Чтобы избежать этого удара, он должен сделать большой шаг назад На случай, если мое джо все же настигнет его Он должен крепко удерживать свое джо, блокируя удар Мое джо проходит таким образом В этот момент вы должны остановить джо своей ладонью Если вы попытаетесь остановить джо таким образом Вы нанесете себе травму Останавливайте свое джо вот так Он подходит, чтобы нанести мне тычковый удар Я делаю большой шаг влево и атакую его Здесь важно обратить внимание на положение левой ноги Если вы недостаточно сместитесь, вы окажетесь в такой позиции Если вы достаточно сместитесь влево Вы уклонитесь от атаки и окажетесь на дистанции Обеспечивающей эффективную контратаку Пятое кумиджо Объяснение к пятому кумиджо Противник наносит тычковый удар Я парирую его джо И в свою очередь атакую Он отходит по диагонали вправо В позицию Кататэ Гидан Гаэси И атакует меня Я делаю большой шаг назад Левой ногой И принимаю такую стойку Тот момент, когда он фиксирует свое джо Заганчивая Гидан Гаэси Учи Очень важен Рука должна останавливать джо Как показано Затем он атакует мою голову Я изменяю позицию И отбиваю его удар таким движением Затем я наношу ему тычковый удар Шестое кумиджо Я объясню шестое кумиджо Он хочет проткнуть меня Он хочет разрубить меня Я опережаю его удар И останавливаю его Вы не наносите удар Когда от вас этого ожидают А парируете атаку противника Когда он опять пытается атаковать Я останавливаю его удар Вместо контратаки Затем Хотя я могу атаковать Я этого не делаю А бросаю его Все движения Выполняются как одно целое Теперь седьмое кумиджо Он собирается атаковать мою ногу Если я сделаю один шаг назад Мы разойдемся на такую дистанцию Тем не менее Для полной безопасности Я защищаю ногу Вот таким положением джо Он собирается ударить меня Я отвожу его джо Находясь прямо перед ним И не нанося ответного удара Он выполняет рубящий удар В этот момент Я останавливаю его движение И выполняю бросок Посмотрите еще раз Выполняйте это кумиджо Одним движением Восьмое кумиджо Он поднимает меч Я следую за его движением Затем я наношу удар ему в грудь Захватываю его джо Захватываю его джо И выполняю бросок Девятое кумиджо А теперь я объясню девятое кумиджо Я опускаю вниз его джо Он собирается нанести второй удар Я следую за его движением Затем я бросаю его Посмотрите еще раз Десятое кумиджо Я начинаю из стойки Используемой в кэндо Из этой стойки Я парирую удар Выполняя Хосе Гаэси Он снова атакует Я парирую Он опять наносит удар Я контратакую Заводя джо ему за голову И выполняю бросок Воздействуя на шею и запястье Затем я бросаю его Я повторю снова Тринадцать движений Джо-кота Мы часто практикуем кота В тридцать одно движение Однако есть еще одно кота Показанное О-сенсеем На основе этого кота Я разработал тренировочную последовательность Состоящую из тринадцати движений Эта последовательность Включает одиннадцать разных движений Я не считаю это кумиджо Посмотрите Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Теперь рассмотрим десять движений Из этой последовательности Эти движения отличаются от тех Которые были в кумиджо Эти движения характерны только для кота В тринадцать движений Посмотрите отработку в паре движений Один Два Три Один Два Три Я выполняю чокуцки Как и Риме Против его чокуцки После его повторного удара Я провожу Хай Гаэси И наношу удар Затем я ухожу от его удара Четыре Пять Шесть Объясняю с четвертого по шестое движение В четвертом движении вас атакуют сзади Вы разворачиваетесь И парируете при помощи Хоса Гаэси Затем наносите удар Обходя атаку противника Теперь мы выполним движение С седьмого по девятое И снова Семь Восемь Девять Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Мы сделаем с седьмого по одиннадцатое движение Последовательно Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать И снова Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Сделаем с седьмого по одиннадцатое последовательно Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять 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 Одиннадцать Двенадцать Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Двенадцать Тринадцать Десять Продолжение следует...